Привет, друзья! Сегодня такая головоломка. Я думаю, вы по ним соскучились. Они такие простенькие, но, тем не менее, заставляют подумать. Тут, как вы видите, мы начинаем первый пример. Он уже у нас под знаком вопроса. Ну, а по остальным трем вы сможете найти какую-то зависимость или какое-то свойство, по которому, значит, вот это все происходит. Потому что понятно, что 7 плюс 4 – это не 311, да? А что это будет? А11. Ну, собственно, я вам тут пока рассказываю, уже как бы немножечко подсказываю, навожу вас на мысль, естественно. Я же не могу просто так разговаривать, да? Вот. Ну, собственно, ставим на паузу и думаем. Ну, а я тут вам тихонечко, шепотом буду нашептывать, что же тут. Ну, вот как я вам уже сказал, 7 плюс 4 – это 11. А вот тут тоже 11 есть, да? Неспроста ли это или это совпадение? Непонятно, да, пока? Давайте посмотрим. 8 плюс 6 – чему будет равно? 14. Ага, и тут 14. И вот это уже наводит на мысль, что, может быть, это закономерность? Давайте проверим на последнем примере. 9 плюс 8 – сколько? 17. Ага. Вот оно, значит, да? То есть, тут у нас в конце у нас идет сумма, значит, этих чисел, прямая. 8, значит, плюс 6 – это 14. И тут 7 плюс 4. Так? Откуда же берутся вот эти, значит, числа? Ну, давайте, что можно сделать? Что у нас осталось? Плюс мы использовали. Минус разделить и умножить. Давайте начнем с минуса. 7 минус 4 – 3. 8 минус 6 – 2. 9 минус 8 – 1. Видите, как все просто. Это реально такая головоломочка для детей младшего школьного возраста или даже для детсадовцев. Вот пусть посидят хотя бы пару минут, поломают голову, а потом вы им скажете ответ. Ну, так что, 6 минус 2 – это у нас чему будет равно 4, да? А 6 плюс 2 будет равно 8. Вот и ответ получается. 48 тут должно быть. Вот и вся головоломка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ищите меня на YouTube и в Дзене. Этому не учат в школе. Все, пока, друзья.